всех приветствую на своем канале по вязанию сегодня я приготовила для вас вот такой вот снут трубу он предназначен для того чтобы его носить на голове то есть он достаточно длинный и у меня даже будет создаваться вот такой вот отгиб для этого нам понадобится достаточно сделать его широким и естественно нужно достаточная высота в значит в длину общую он у меня получился 51 52 сантиметра ширину он идет тоже достаточно широкий 38 сантиметров если вы хотите связать с но только для шеи рекомендую связать его соответственно чуть поуже достаточно будет 30 сантиметров в ширину и высоту я думаю тоже его сделать можно и по короче то есть это будет все зависит от вашего этот снут связан не совсем обычно сначала я вижу вот такую вот полосу то есть у меня идет полоса с косой и жемчужным узором после этого как я его довяжу я соединяю все крючком то есть я соединяю наборный край и открытые петельки получается вот такой вот шовчик видите достаточно все аккуратно потом я набираю по кромочным петелькам поднимая все петли под каждую кромочную и вижу английскую резинку но обязательно нужно сначала проверить плотность английской резинки какая нужна будет ширина и исходя из плотности вы уже потом только набираете свои петли у меня так совпало что по когда я сложила и перерасчитала у меня получил что прямо идет набор под каждую петлю петлю и я попадаю в нужную плотность то есть у меня здесь не заужается и не не расширяется все идет ровненько и потом когда я вяжу оставшуюся длину с помощью английской резинки я закрываю ее эластичным способом с помощью накидов видите то есть конец не стягивается кто смотрит мои мастер-классы то есть вот эти способы закрытия использую почти в каждом своем джемпере свитере но здесь идет английская резинка поэтому я и делала те же действия но при этом еще и вывязывала английскую резинку кому так интересно этот способ вы даже можете отмотать на концовку видео и посмотреть как я это сделала вот что еще хотел сказать пряжи нужно много сейчас я вам покажу пряжу с которой я вязала это ализе суперлана макси 100 граммах него идет 100 метров то есть пряжа толстая и вязала я ее на спицах номер 7 то есть полностью и эту полосочку и английскую резинку я связала спицами одного размера где-то по-моему я неправильно называю номер но я постараюсь в самом видео тоже это исправить либо подписать также описание этого снуда как что я делала у меня есть статья и на моем канале дзен и вконтакте вы можете посмотреть еще хотела сказать код этого цвета 141 он по моему инклатуре называется басилек то есть такой хороший красивый насыщенный синий цвет вот долго растягивать не буду описание у меня если кому-то интересно можете зайти и почитать кому понравился этот снуд давайте его свяжем вместе на спице номер 7 на одну спицу мы будем набирать с вами 24 петельки набираем мы самым обычным способом но не сильно затягиваем нить из петельки должны быть достаточно свободными после того как мы набрали все петельки смотрите это у нас первый ряд будет идти по изнаночной стороне в дальнейшем я его учитывать не буду а а отсчет начну только с лицевой стороны это можно сказать будет установочный ряд а сам узор у нас будет состоять у нас будет коса посередине и по бокам от нее будет жемчужный узор жемчужный узор у нас будет из пяти петелек кромочную мы снимаем и еще хотела сказать все петельки сейчас в изнаночном вот этом первом ряду мы провязываем за переднюю стеночку вяжем 5 петелек чередуя лицевую и изнаночную лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и лицевая далее у нас по бокам еще от косы будет 2 изнаночных с лицевой стороны с изнаночным они будут провязываться двумя лицевыми дальше у нас будет коса из 8 петелек мы сейчас вяжем она у нас будет лицевыми петлями по лицевой стороне поэтому по изнанке мы вяжем 8 изнаночных после косы снова вяжем две лицевые и заканчивается у нас питью петельками жемчужного узора чередуем лицевая изнаночная лицевая изнаночная лицевая и кромочная петля а теперь вот она видите вот такая вот косичка у нас идет это будет у нас первый ряд смотрите по лицевой стороне вот эти пять петелек в конце и пять петелек в начале у нас будут менять свой узор то есть где у нас была изнаночная мы вяжем лицевую где была лицевая мы провязываем изнаночную при этом я вижу вот если изнаночная я провязываю лицевую за переднюю стеночку а где была лицевая изнаночная вяжу за заднюю лицевая изнаночная лицевая все пять петель провязали далее до косы у меня идет еще 2 изнаночных эти 2 изнаночных до косы и после нее отделяют жемчужный узор от самой косы косичка пока она состоит из 8 лицевых мне нужно получить 12 сейчас мы сделаем прибавочку в каждую нечетную петлю то есть в первую третью и так далее прибавку я буду делать вот таким образом смотрите поднимаю дужку у петли которая лежит ниже то есть я одеваю ее на спицу провязываю эту дужку лицевой и затем только провязываю петлю со спицы вот так из одной петельки мы получили 2 вторую петлю мы провязываем просто снова 3 петля мы делаем прибавочку 4 провязываем 5 петля прибавка шестую провязываем и последний у нас прибавочка будет получается в седьмую петлю это наша последняя прибавочка мы прибавили в общем количестве 4 петельки то есть теперь у нас коса состоит полностью из 12 петелек заканчивается напоминаю коса двумя изнаночными и в конце ряда у нас остается 5 петелек жемчужного узора мы его также помните меняем вот видите ли здесь у меня изнаночная я ее вяжу лицевой здесь лицевая я ее провязываю изнаночной обратите внимание за какую стеночку их вязать у вас может конечно выглядеть по другому но я всегда провязываю петельки за правую сторону петли кромочная второй ряд все прибавочки мы сделали теперь у нас узор состоит смотрите по лицевой стороне объясняю 5 петелек жемчужного узора 2 изнаночных коса из 12 петелек 2 изнаночных 5 петелек шемчужного узора по изнаночной стороне мы будем вязать все по рисунку вот смотрите вот у меня начинается с изнаночной я его вижу изнаночной то есть 5 петелек чередуем изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная далее две лицевые они у нас меняться не будут по изнанке тоже и 12 петелек косы после косички из 12 петелек у меня идут 2 лицевые напоминаю это изнаночный ряд мы вяжем если кто-то запутался он уже второй по счету не считаю установочного и заканчивается у нас пяти петельками жемчужного узора которого мы напоминаю не меняем менять узор мы будем только по лицевой стороне все третий ряд меняем жемчужный узор вот видите менять мы его будем получается каждый второй ряд вот лицевая мы ее вяжем изнаночной где было изнаночной вяжем лицевую все заканчивались по жемчужный узор у меня также изнаночной петелькой все 5 петелек мы провязали до косы еще идут 2 изнаночных которые еще раз напоминаю не меняются они являются лишь разделителями между узорами и вяжем косу из 12 петелек заканчивается у нас после косы 2 изнаночных и снова узор жемчужный меня изнаночная лицевая изнаночная лицевая изнаночная и кромочная у меня начинается 4 ряд в четвертом ряду мы провязываем напоминаю по рисунку то есть ничего у нас здесь уже не меняется то есть как петельки выглядят так мы их и вяжем в дальнейшем все изнаночные ряды у нас будут идти по рисунку то есть на них я уже в дальнейшем останавливаться не буду встречаемся с вами в пятом ряду 5 ряд в пятом ряду у нас опять изменится только жемчужный узор косичка у нас также провязывается пока просто лицевыми перед ней не забывайте после нее еще 2 изнаночных вот а перекрещивание у меня уже будут в седьмом ряду 7 ряд я решила остановиться сразу возле самой косы чтобы не тратить уже на начало на начало ряда внимание и смотрите коса у нас будет представлять из себя две косы расходящиеся в разные стороны сейчас я вам объясню то есть мы 12 петелек с вами делим пополам и у нас получается две косички по 6 петелек то есть у нас будет перекрест 3 петелек одна коса у нас будет уходить на право другая налево смотрите первая косичка из 6 петелек у меня уходит направо для этого я снимаю 3 петли и завожу их за работу теперь вижу 3 петли с основной спицы провязала теперь можно возвращать можно связать сразу с дополнительной спицы давайте наверно с дополнительной спицы сразу это свяжу провязываем эти 3 петли снятые и вторая коса из 6 петелек у меня будет смотреть уходить налево для этого мы вяжем 3 снимаем 3 петельки на дополнительную спицу оставляем теперь перед работой вяжем 3 петли со спицы и провязываем оставшиеся то есть которые мы и таки снимали на дополнительную спицу после нее также идут 2 изнаночные и узор из жемчужный точнее узор постоянно что-то оговариваю вот изнаночная сторона даже после скрещивания остается такой же как должна быть то есть коса будет состоять также из 12 изнаночных смотрите вот что у нас и так я провязала 143 142 пока ряда смотрите по ширине это полоса составляет 15 сантиметров по длине сложные состояния и это примерно 38 сантиметров то есть 70 где-то 7 78 сантиметров все здесь длину потому что вот это сложная вариант всегда укорачивает чуть-чуть полную длину так значит 76 сложном состоянии ой 36 и смотрите теперь вот в сорок третьем ряду нам нужно с вами убавить все петельки что мы прибавляли в начале вязание для того чтобы потом у нас петельки при соединении краев совпадали то есть сейчас мы довязываем до косички и каждую первую вторую петлю мы будем провязывать вместе за переднюю стеночку то есть петельки я перевернула вяжу вместе 1 2 и 3 просто снова 1 и 2 переворачиваю провязываю вместе третью петлю просто 1 2 вместе 3 просто все из 12 петелек у нас снова с вами осталось только 8 довязываем ряд до конца ниточку мы не обрезаем соединять мы будем крючком складываем пополам чуть-чуть конечно неудобно что будет я привыкла чтобы нить у меня шла сзади изделия ну и такой вариант в принципе возможен смотрите крючок я взяла максимально большой это у меня шесть с половиной в принципе он оптимальный и теперь вхожу вот под эту кромочную то есть которая находится сбоку смотрите сначала снимаю петлю со спицы затем вхожу в кромочную в боковую вот в эту и вытягиваю оттуда петлю и эту же петлю пропускаю сквозь снятую петель все под затянула ниточку теперь делаю воздушную петлю снова вхожу петельку на спицы и в петлю под вот эту косичку набранную и вытянутую петлю пропускаю сквозь остальные снова петлю на спицы потом под косичку набрала и эту петлю сквозь все петельки вот эта косичка сильно не должна быть затянута то есть не пытайтесь и сильно затянуть иначе у вас сожмется полотно вот таким вот образом постепенно мы соединяем все петельки только смотрите внимательно как в петлю входить чтобы она не перекрутилась вот что у нас с вами должно получиться вот видите какой ровненький у нас краешек с вами получился и теперь доходит до конца когда начнется коса смотрите чтобы у вас косичка совпало не прикосилась если не совпадают узор просто распустите до кромочной и начните чуть дальше но все равно боковую кромочную зацепите чтобы вот получился вот такой вот ровненький краешек у меня осталось соединить последнюю петельку вот я сняла ее со спицы и вот косичку все петлю оставляйте на спице чуть-чуть вот так вот и вытяните чтобы она не потерялась и поворачивайте на лицевую сторону наш снуд теперь вот где находится вот эта петелька я беру спицы номер пять с половиной вот это будет моя петля начала смотрите посмотрите вот откуда она выходит вот в эту петлю я больше набирать не буду и вхожу уже под следующую кромочную видите под косичку то есть где у нас было кромочной под каждую кромочную косичку я буду набирать петли еще раз говорю под каждую но смотрите будет зависеть еще от вашей плотности английской резинки я уже вязала образец примерно высчитал поэтому у меня получилось под каждую кромочную вешаем маркер на начало ряда обязательно вешаем иначе можно его потерять хотя вот по этой вот линии соединения можно и ориентироваться итак первую наш ряд английской резинки будет состоять из лицевой и изнаночной петельки которые то есть мы вяжем обычную резиночку один на один первый ряд мы провязываем за переднюю стеночку все петли лицевая изнаночная лицевая изнаночная так мы довязываем все петельки до конца 2 ряд 2 и последующие все четные ряды мы будем провязывать однотипным образом смотрите где у нас находится лицевая петелька мы входим не в саму лицевую а то есть не петлю на спице а вот в петлю которая у нас находится в нижнем ряду и вывязываем оттуда лицевую и петельку со спицы мы снимаем изнаночную я вижу за заднюю стеночку снова вот лицевая хожу в петельку вот она на ряд ниже и вывязываем оттуда лицевую изнаночная за заднюю стеночку но изнаночные у вас могут располагаться и по-другому то есть это зависит от способа вашего вязания второй ряд довязываем до конца далее третий ряд третий и все последующие нечетные ряды то есть 5 7 9 и так далее у нас будут тоже теперь вязаться однотипно лицевую мы провязываем со спицы а изнаночную мы вывязывать будем из петельки которая лежит на ряд ниже то есть петь ниточку я завожу вперед вхожу с изнаночной стороны в петлю на ряд ниже и вывязываю изнаночную петлю спустив при этом петельку то есть лицевую вяжем изнаночную вяжем на ряд ниже то есть теперь на изнаночной стороне у нас также будут вытянутыми лицевые лицевую вяжем изнаночную на ряд ниже и так мы будем чередовать с вами ряды вне четных рядов 3 5 7 так далее это мы будем вязать изнаночную ряд на ряд ниже а в четных это 2 4 6 так далее как я уже и показала вам во втором ряду мы вяжем лицевую на ряд ниже и таким образом вяжем он наш сну высоту которая нас уже устроит я провязала 90 рядов резиночки это где-то около 35 сантиметров плюс длина вот этого вот этой полоски то есть среднем длина снода получается 50 плюс минус сантиметра вот можно сделать подлиннее чтобы отворот был побольше либо сделать покороче если вы не планируете носить снов с отворотом и так маркировочек я уже сняла так как мы теперь будем закрывать петельки петли я буду закрывать эластичным способом сочетая при этом вязание английской резинки с накидами смотрите как это будет вот первая петелька у меня идет лицевая я ее как и положено провязываю сейчас на ряд ниже как бы она у меня и должна идти далее идет изнаночная петля я накидываю ниточку от себя и вижу изнаночную петлю затем набрасываю на нее накид и затем провязанную лицевую далее у меня идет лицевая петля я ниточку делаю накид на себя то есть ниточку к себе вот так вот располагают и вижу лицевую также как при английской резинки на ряд ниже набрасываю на нее накид и затем следующую петлю снова изнаночная ниточка идет от меня провязываю изнаночную набрасываю накид и затем следующую петельку лицевая при лицевой я делаю накид к себе вяжу петельку как при английской резинки на ряд ниже набрасываю накид набрасываю следующую петлю видите мы и повторяем рисунок английской резинки и при этом у нас будет сохраняться такой вот эластичное закрытие петелек так как английская рисунка еще более эластичная чем резиночка один на один и так мы проходим по кругу чередуя когда изнаночная петля это идет накид от себя а при лицевой это накид себе а не забывайте если это лицевая я вижу ее на ряд ниже вот таким нехитрым способом если у вас по рисунку идет изнаночная который вы должны провязывать на ряд ниже то есть ничего не меняйте просто вяжите лицевую петлю со спицы а изнаночную на ряд ниже просто менять направление накидов еще забыла сказать при этом на способе можно не бояться чуть под затянуть петельки так как способ действительно достаточно эластичный после того как мы зак у нас остался этот последний петелька обрезаем ниточку и теперь с помощью иглы мы устраним вот это вот такую небольшую протяжку для начала мы входим под первую закрытую петельку под косичку и затем возвращаем в середину косички в саму петлю у нас образовалась новая петелька и таким образом у нас издать все протяжки после этого мы убираем все ниточки и на этом нас шеснок будет готов все всем до новых встреч пока пока